...нёс воздушный удар по столице республики. На протяжении всех этих лет украинские военные и националисты обстреливали города и посёлки ДНР. Снаряды противников убивали мирных жителей республики и разрушали объекты инфраструктуры. И сегодня враг продолжает наносить удары. Около 260 боеприпасов выпустили украинские военные по территории республики за период с 25 по 26 мая. По данным представительства ДНР СЦКК, ВФУ 46 раз открывали огонь. Противник использовал РСЗО «ГРАД» 152 и 122-мм артиллерию, миномёты калибром 120 и 82 мм, гранатомёты, а также стрелковое оружие. В зоне обстрела оказались районы 11 населённых пунктов. За отчётный период погиб один мирный житель, ещё 10 человек получили ранения различной степени тяжести. Самая большая устроенная проблема – это обстрел, который не прекращается у нас круглосуточно. Со всеми остальными проблемами мы в рабочем порядке, мы стараемся справляться, и у нас это прекрасно получается. Я стояла на мойке машина, хозяина ранила в доме. Помощник тоже не страдал. Говорят, что 6 человек. Человек работал в следствии. Время на маркетинге. В этот момент вина прилетела стоять за рулём. Подразделение народной милиции темпы специальной военной операции разъяснил глава республики Денис Пушилин. Лидер государства обозначил, что спешка приведёт не только к росту жертв среди военных, но и среди мирного населения. Почему? Медленнее, чем хотелось бы всем, в том числе и нам. Но всё тоже просто. Это наши города, это наши населённые пункты, это наша инфраструктура, ну и самое важное, это наши граждане, о безопасности которых мы должны думать в первую очередь. По словам Дениса Пушилина, более половины территории Красного Лимана находится под контролем сил ДНР. До освобождения райцентра и крупного железнодорожного узла на севере Донбасса остались считанные дни. Однако украинские военные продолжают использовать мирных жителей как живой щит, а при отступлении киевские силовики регулярно разрушают объекты инфраструктуры. Радио Республика. Радио Республика. Подробно о главном. 26 мая 2014 года. День, когда в наш город и в наши жизни пришла война. Вражеская Украина тогда начала бои за Донецкий аэропорт и тогда в эти дни, в этот день погибли первые мирные жители. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова